20 апреля в России ежегодно отмечается Национальный день донора, посвященный людям, безвозмездно дающим свою кровь, по благо здоровья и жизни абсолютно незнакомым людям. В Каспийск передвижная станция переливания приезжает раз в два месяца и проводит прием для горожан несколько дней. Как отмечает заведующий кабинетом трансфузиологии Каспийской ЦГБ Магомед Рамазанов, забор крови в первую очередь благоприятно воздействует на организм самого донора. Участвуя донором, этот гражданин, он как бы отделяется от таких заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания. Меньше риск, снижается уровень холестерина в крови у этого гражданина, который сдает кровь. Дальше какая польза? Каждый раз, когда он сдает свою кровь, организм вырабатывает более новые форменные элементы крови. Ежедневно в центральной больнице города проходит переливание. Случаи бывают разные – авария, операция, роды, ножевые ранения и многое другое. Запасы крови, плазмы и других компонентов всех групп имеются и хранятся в холодильниках при нормативных температурах. Прежде чем человеку перельют кровь, в лаборатории проходит ряд манипуляций. Тем, которые подлежат переливанию крови, кроме вот этих соликлонов, существуют еще более мелкие точные элементы, которые называются фенотипы. Для людей, которым показано переливание крови или плазмы, дополнительно определяются также и фенотипы. Как отмечает заведующий кабинетом трансфузиологии Магомед Рамазанов, больше всего требуется кровь с отрицательным резусом. Если взять вторую положительную группу крови и вторую отрицательную группу крови, одна и та же группа, только резусы разные. Если будет у нас в запасе вторая отрицательная группа крови, она будет подходить больному как и со вторым отрицательным, как и со вторым положительным. А если у нас будет в запасе вторая положительная группа крови, она подходит только второму положительному. Понимаете, да? Вот уникальность резус-фактора. Отметим, что человек, сдавший кровь 40 раз или 60 плазму, становится почетным донором. Такое звание дает ему ряд привилегий в виде медпомощи по ОМС без очереди, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок для санаторно-курортного лечения, а также ежегодную денежную выплату.